всем привет здесь я расскажу о программе фс архиватор очень хорошая и толковая программа значит первое ставим через синаптик вот такой вот пакет устанавливаем вот программа поставлена пакет теперь идем на этот адрес source форч нет забираю в строке поиска qt4f archiver и скачиваем дебиановский файлик linux mint rosa но у меня 64-битная сборка поэтому я скачиваю 64-битный вариант вот он начал грузиться посмотреть папки запускаем этот файлик установить пакет заводим пароль кратко расскажу о программе программа позволяет делать резервные копии с любого раздела жесткого диска и прелестью какова что она копирует там сжимает по своим там стандартам только занятые секторы раздел может быть и на 300 гигабайт но если на нем всего лишь там там 20-30 гигабайт возьмет плюс еще и ужмет и сохранить на любом разделе жесткого диска по вашему желанию поэтому практически любую операционную систему которую вы устанавливали которого сработало нормально вы можете с помощью этой программы заархивировать и поместить на другой раздел диска скажем так свою кладовочку в дальнейшем использовать этот раздел уже там для других операционных систем без разницы потому что в любой момент времени но вы всегда сможете восстановиться на любой раздел на жесткого диска который вы как говорится выделите да и для этой программы ну скажем так учитывая там минимальные грится размеры вот практически все чем программа и хороша значит как все это дело работает вот показываю посмотрите вот у меня раздел жесткого диска и вот допустим я захочу заархивировать вот этот раздел у меня 200 гигабайт на жестком диске использовано только 10 посмотрим как оно все работает наберем здесь название программа qt так на буковка q вот я добавлю на панель эту программку запущу пароль да ради бога и так вот я хочу раздел sda 1 на котором у нас 10 гигабайт я иду в медиа и хочу сохранить на пятом разделе у меня тут вот есть вот архивы есть вот sda 1 вот я пишу sda 1 допустим черточка new новый делаю в 4 потока и делаю в очень таком хорошем сжатии кнопочка сохраненный раздел неправильная должно быть по-русски было быть написано сохранить раздел но в любом случае сохраняем раздел сохранить и вот пусть она все это дело и сохранить у меня вишенки в разделе system bug вот есть qt4 фс арчивер вот когда вы нажмете на эту вот ссылку вы конкретно как раз и попадете куда именно вот сюда откуда скачайте вот этот вот дебиановский файлик для ринукс метроза или на 64 бита или на 32 вот практически все другой файлик значит вы устанавливаете и и устанавливайте в начале через программу синаптик который называется просто фс артивер вот и все совместно эти два файлика получается такая программа и теперь она будет в каждой из моих сборок поэтому тот кто пользуется нами сборками и и и устанавливать не будет нужно вот она будет работать и жесткого диска с любого раздела из флешки всегда сможете восстановить свои копии на любой раздел жесткого диска по желанию еще раз показываю вот посмотрите вот телефончик я нахожу сейчас на разделе sd-a1 и вот этот раздел sd-a1 я копирую на раздел сда 5 папочку архивы у меня там есть подпапочка sd-a1 значит как только я это дело сделаю я перезагружусь зайду значит на седьмой раздел потому что у меня там тоже расположена линукс минт и при помощи и из седьмого раздела с помощью этой программы восстановлюсь значит вот именно на этот раздел на раздел sd-a1 вот таким вот скажем образом поэтому просто сейчас ждем окончание работы программы затем будет перезагрузка и проверка как работает эта программа и так программа закончила работу и скопировала себя значит на пятый раздел вот я тут выхожу очень корректно из программы вот только таким образом здесь значит я просто пересканирую все это дело вот у меня получилось значит что за программа занимает там здесь вот написано 6 и 7 гигабайт но здесь она написала просто 10 гигабайт ладно бог с ним поисследуем свойства ну первое зайдем сюда подключим linux data архивы sd-a1 выстроим все это дело в линеечку у нас мы назвали new так вот new у нас заняло при помощи формата лзо три с половиной гигабайта вот это первичную я делал раньше это был формат лзх он практически видите в два раза больше вот здесь вот формат получился три с половиной гигабайта есть такой файлик просто можно поместить на флешку в кладовочку и носить с собой из флешки на флешке я теперь автоматом будут программу устанавливать всегда можно будет восстановить значит настроенную программу на любой раздел жесткого диска на на любом компьютере вот такая вот хитрая штучка то есть даже те ореновские программы которые систем баком не воспринимались систем бак воспринимается только там бунта там вебиан mint там зорин ну скажем так не всеми системами то при помощи вот этой программы просто сплешки делается дарится копия раздела на любой другой раздел и хранится как скажем так на кладовочке теперь что сделаем я зайду на седьмой раздел жесткого диска отформатирую или удалю этот раздел и снова на него восстановлюсь вот чтобы все видели насколько хороша эта программа и так вот видно что я нахожусь на седьмом разделе жесткого диска и что теперь собираюсь сделать просто на посту я уберу в этот раздел и вы видите да был он такой хороший красивый и нет его создадим новый раздел что шин 3 я сделаю ладно вот пускай он этот раз и так форматирование закончилась разделу присвоено то же самое имя вот теперь на этот раздел мы и будем восстанавливать нашу копию вот наше чудо программа заводим пару мы хотим восстановить хотим остановить первый раздел медиа и у нас было все это дело на пятом разделе было в архивах на и было вот new sda1 fsa new вот это вот число потоков сделаю я 4 какая разница и нажму на кнопочку восстановить раздел но здесь время засекать не нужно потому что вот она здесь идет поэтому когда восстановление раздела будет совершено ну мы увидим конкретно сколько времени заняло восстановление число потоков я выставил по количеству своих ядер у меня четыре ядра вот я четыре ядра здесь и выставил так программа закончила свою работу восстановление заняло восемь минут ну теперь проверим чтобы поймать с вами и обратно что у нас есть в том число выставили в том число в том число в том число в том число вот с Итак, мы восстановились, восстановились вот на этот раздел, значит, ну тут пишут 6.7, тут 10 гигабайт занято, ну, в принципе, мы восстановились на раздел, копию которого у нас была на пятом разделе. То есть, как видите, программа FS Archiver работает, и работает она очень хорошо и прилично. Поэтому эту программу я могу практически рекомендовать всем. И единственное ограничение, которое меня систембаки всегда, скажем, не устраивало, это то, что он мог делать копию только того раздела жесткого диска, на котором находился, и только там, где в терминале было понимание команды суда. То есть, это можно было делать только на Ubuntu, на Debian, в Mint, в Zorin, там еще в ряде программ. А теперь практически ограничения сняты, вы можете копировать любую операционную систему, которую вы устанавливали, и хранить ее на другом разделе жесткого диска. Этот диск, этот раздел вы потом могли переформатировать, основить другую систему, там третью, пятую, десятую, потом снова могли взять, ее отформатировать, и вернуть на нее копию, значит, из вашего архива. Вот практически и все. То есть, программа делает очень хорошие копии, вот, у меня здесь вот архивы, вот диск SDA7, снова покажу вам. А мы восстановили вот эту вот копию, в созданной формате LZO. То есть, получается, что он два раза компактнее, чем предыдущий, там, LZH или как там. Вот, и причем все работает хорошо и нормально. Даже если у вас в эту систему взяли, там, скопировали, поставили, она у вас не загружается, ну, для этого вам, как говорится, и даны. Вот, пожалуйста, SuperBoot Manager, в котором находится поисковик операционных систем, и программа-настройщик меню загрузки, где вы всегда можете, так сказать, все это дело настроить. Плюс еще в моих видеороликах можете посмотреть, как работает программа OS Prober, или поисковик операционных систем. Здесь у меня в программах, насколько мне помнится, было... По-моему, в разделе загрузочных флешек все это дело. Да, вот, пожалуйста, вот здесь вот все необходимое, это говорится, найдете. О поисковике операционных систем и как все это дело работает. Поэтому я вам, значит, рекомендую вот эти ролики посмотреть. И теперь практически вы сможете сохранить любую операционную систему Linux, которую вы, допустим, там записывали, по каким-то причинам решили на время, как говорится, ее заархивировать. Вы всегда ее сможете восстановить. Также разработчики этой программы, они сделали бета-версию для копирования винды, но пока это еще бета-версия. Хотя обещали, что скоро у них все это дело заработает и для винды. И сама программа практически получится универсальной, то есть она сможет сохранять любые разделы с любыми операционными системами, а затем их восстанавливать. Программа «Чудо». И я просто благодарен Льву Белкину, который мне любезно предоставил возможность с этой программой ознакомиться, показал, как она работает. Поэтому теперь у пользователей практически есть все к тому возможности, чтобы сохранять образы своих операционных систем надежно. Ну и себя, скажем там, на кладовочке. А вот практически и все. Так что желаю всем всего самого наилучшего, всяческих успехов и до новых встреч.